Я надеюсь, что я все-таки сохраняю трезвость ума, здравую, да и понимаю, что то, что я скажу, в нашем гражданском кодексе вряд ли будет реализовано ни в ближайшие 5, ни в ближайшие 10 лет. Все это требует обсуждения и в том числе и в рамках международного сообщества, но тем не менее, показать, что существует и другая точка зрения, которая сегодня была представлена в ряде докладов, я думаю, необходима. И на самом деле, судя по программе, в рамках других сессий, вы тоже, очевидно, услышите что-то похожее. Я подготовил несколько таких веселых картинок и начну с некоторых вещей, которые, может быть, банальны, но думаю, все-таки, стоит эти банальности повторить еще раз. Но надеюсь, что все-таки парочку каких-то относительно свежих идей в моей презентации вы увидите. Ну, во-первых, авторское право. Авторское право – это монополия, которая появилась в свое время для того, чтобы упощрять креативность, для того, чтобы упощрять польскую дизельность. Сегодня вам дольше уже говорил про Александр Сергеевича Пушкина, который успешно зарабатывал на своих рукописях, а здесь фотография Педора Михайловича Пестоевского, который, в общем, тоже существовал за счет тех работ, которые писал. Правда, ему все равно денег не хватало на казино в Баден-Бадене, но, тем не менее, но с тех пор, когда была принята Пьерская конвенция, когда был сформулирован международный консенсус относительно того, что же такое авторское право, прошло 150 лет уже практически, и ситуация довольно серьезно изменилась. В монополии автора постепенно добавилось монополии иных лиц, которые, на самом деле, если мы его посмотрим, никакой творчественной деятельности не занимаются. Речь, прежде всего, идет о монополии посредника, о монополии тех лиц, которые обеспечивают достатку результата интеллектуальной деятельности от автора к потребителю. И изначально считалось необходимым пощадь этих лиц, для того, чтобы, собственно говоря, помогать и автору зарабатывать, для того, чтобы эти результаты его творчества доходили до населения, до потребителя. Однако вопрос-то и таким образом, является ли монополией этих посредников слишком большой платы, которые общество платит за доставку этой информации. Давайте посмотрим, кто такие эти посредники. Это изготовительные фонограммы, это организация фенового и кабельного вещания, а в российском законодательстве есть еще и такие субъекты, как изготовительные базы данных, публикаторы. Все эти лица, собственно говоря, они имеют обладательные так называемые смежных прав, на самом деле никакой творческой активности не осуществляют. Собственно говоря, в этом же ряду находятся информационные посредники в сети интернета, то они тоже обеспечат доставку информации, но на данный момент, конечно, никакими смежными правами не обладают. И более того, насколько я понимаю, к таким правам, обладать таким правами не стремятся, поскольку находят другие способы зарабатывания. В этом смысле, я думаю, хотя сегодня говорилось о том, что действительно идет подготовка конвенции относительно аудиовизуального произведения и организации фенового и кабельного вещания, тем не менее стоит, кажется, в этом же статистически переосмыслить отношения такого рода субъектов и подумать о том, стоит ли мы предоставлять такое самостоятельное исключительное право, а быть может их следует по счастью иными способами, менее обременными для общества и в то же время выгодными для самих этих организаций. С учетом того, что, в общем, монополия удвоилась, есть и монополия автора, и монополия посредников, причем, как правило, скажем честно, доходы оседают скорее у посредников, чем у авторов, но монополия, если вот на этих весах, она, в общем, перевешивает творчество. И даже, на честном мере, как-то непарадоксально, интеллектуальная собственность не способствует инновациям, а, наоборот, часто мешает им. Вы знаете, я при любопытстве купил несколько американских учебников по интеллектуальной собственности, и, в общем, этот тезис во всех этих учебниках нашел. То есть, иными словами, это, в общем, не какая-то такая наша российская идея людей, которые, там, являются сторонниками права нежелизма. Это подпост, который существует среди экспертов в мировом сообществе. Что надо сделать для того, чтобы все-таки соблюсти этот баланс интересов? На самом деле, сделать возможность нужно немного и по разным направлениям, но если сегодня об этом говорить, то, наверное, это займет не отдельный час. Я хотел бы сосредоточиться только на одном аспекте, на том, как авторское право соотносится со постоянным знанием. Не мешает ли авторское право распространению знания? Как мне кажется, на данном этапе, если поставить перед собой реалистичные задачи, нужно добиться того, чтобы авторское право во всяком случае не мешало, может быть, это способствовало распространению знаний. Тем более, собственно говоря, знания – это основной источник для создания чего-то нового. Для того, чтобы создавать какие-то инновации, необходимо создать классы людей, способных порождать какие-то креативные идеи. Но для этого недостаточно каких-то талантов от природы. Необходимо эти таланты определенным образом пощать. А для этого необходимо дать людям доступ к знаниям. И, на самом деле, сегодняшнее развитие техники позволяет многократно увеличить возможности по доступу людей в нами. Вы понимаете, что сто лет назад человек из отдаленной деревни, даже небольшого города, не мог иметь доступа к всему массиву информации, которая существует в мире. Да и особенно с учетом того, что Советский Союз достаточно изолирован от мирового собственства, доступ ко многим знаниям гуманитарным был ограничен. Сейчас этой проблемы в техническом плане нет. Основным источником знания становится интернет. Интернет и его технические возможности позволяют обеспечить доступ к любой информации. Поэтому нужно использовать эти возможности, а не ограничивая себя. Если авторское право будет мешать использовать те преимущества, которые нам позволяют технический прогресс, то, в общем, такое авторское право не служит интересам общества. Надо не забывать, что в конечном счете авторское право, как и право в целом, должно обслуживать не интересы конкретных лиц, а и должно обслуживать интересы общества. Поэтому, на мой взгляд, необходимо пощать свободное использование в интернет любого контента в целях развития образования, науки и культуры. Елена Александровна говорила об изменении в гражданских кодексах, и среди этих изменений в том числе есть меры, направленные на облегчение доступа к контенту. Во-первых, будет разрешена, судя по всему, ограниченная цифровка экземпляров произведения общедоступными библиотеками. Будет также разрешена ограниченная цифровка отдельных статей и малобъемных произведений для того, чтобы преподаватель в ходе обучения мог, собственно говоря, раздавать студентам, и они используют эти материалы. В общем, это не противоречит положившихся тенденциями в мире и в мировой практике. Но я думаю, можно пойти и дальше. На мой взгляд, необходимо допустить оцепровку любого контента образовательными организациями, библиотеками в научных и российских целях. Сейчас идет речь только о письменных источниках, о литературных произведениях. Но на самом деле, этим не ограничивается объем информации, используемой в научных целях. Это могут быть и видеоматериалы, и аудиоматериалы, и фотографии, и так далее. Читатели, библиотеки, учащиеся в образовательных организациях должны иметь дистанционный доступ к такому контенту. Речь идет о том, чтобы указанные лица в период обучения, или если они являются пользователями библиотеки, могли иметь доступ к контенту в целом любых формах. И, наконец, существует определенное ограничение на воспроизведение охраняемых авторских правов и культурных ценностей, которые находятся в местах открытых для свободного почищения. Действующее законодательство устанавливает, что такое воспроизведение невозможно, если эти объекты являются основным объектом воспроизведения. На мой взгляд, такое ограничение необходимо снять, имея в виду, что такое воспроизведение будет осуществляться в некоммерческих целях. В общем, и сегодня уже говорилось про музеи, необходимо развивать проекты по обеспечению виртуального доступа к музеям, и в том числе тем объектам, которые находятся на Кнейсе сейчас авторским правом. Вот, на мой взгляд, те основные реальные наможенные действия, которые могут быть сделаны для того, чтобы обеспечить доступ к знамям. Спасибо.